Сегодня мы пытаемся определиться, каким быть новому закону о государственной службе. Это один из ключевых вопросов кадровой политики. В виде эффективности и авторитет всей системы власти во многом зависит от уровня подготовки и мотивированности работников государственных органов. В современных условиях управленческая деятельность требует от госслужащих высокого профессионализма, преданности своей стране, строгой исполнительской дисциплины и внимательного отношения к людям. Во главу принимаемых ими решений должны быть положены честность и справедливость, как основные моральные принципы. Новый закон должен создать четкую основу для этой работы. Высокий правовой статус госслужащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госоргана. При этом, поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что вот эти ковришки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть. Мы не должны показать нашему обществу, что мы разрабатываем этот серьезный законопроект под себя, для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое. Одной из моих принципиальных позиций по данному законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину. Администрации президента было поручено создать рабочую группу с привлечением ученых и экспертов, перед которой стояла задача сделать государственную службу сродни, ну, скажем, воинской службе. Выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывать, в новом законе выстроена целостная система госслужб. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих. На сегодняшнем совещании выступающие должны детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на ряд принципиальных вопросов. Во-первых, насколько актуален новый закон. Нужен он или не нужен, отвечает ли он современным потребностям госорганов. Во-вторых, какие подходы по формированию иерархии госдолжностей заложены в законопроекте. Как будет выстроен единый регистр госранков. При этом убедительно прошу вас не переписывать бездумно все, что было в нашей истории. В-третьих, насколько эффективно будет решена поставлена задача по повышению престижа госслужащих. Не будут ли эти меры чрезмерными. В-четвертых, следует дать общую характеристику этических требований, предъявляемых госслужащим, и мер по противодействию коррупции. Продолжение следует...